Девушки отдыхают Прошу вас откликнуться на мою просьбу о помощи Искать спасение на телевидении мальчика заставил страх, что скоро его мама умрёт Что же угрожает её жизни? Расскажи немножко о своей маме. Какая она? Она болеет Каждый день что-то не так. Болит одно, болит другое. Замкнутый круг И желудки, и кишечники, и склерозы рассеянные, артрозы, артриты, грыжи По-женски. Всё можно найти в её карточках, выписках Она много раз лежала в больнице. У неё много выписок Я за неё сильно переживаю. Я не могу понять, что происходит Не может человек столько лежать в больнице У нас реально своей жизни нету. У нас больница, аптека, лекарства Из-за аномальной болезненности Алёны семья Кашубских уже и забыла, когда в последний раз ездила на отдых или хотя бы выбиралась в гости Вместо альбомов с семейными фото в доме Алёны листают страницы медицинских карточек и выписки из больниц Это всё мои обследования, всё мои болячки, всё мои заключения, всё мои диагнозы Лечим-лечим, ничего вылечить не можем Я уже сбился со счёт Если месяц она побудет дома, не попадает, а это хорошо Коронарная недостаточность Мне врач объяснил, это просто мгновенная смерть Где угодно Я боюсь выйти из дому Разве это жизнь молодой женщины, которой нет 40 лет? Она даже сама не может никуда не выйти на улицу или без мужа, или без ребёнка Потому что она не знает, что с ней будет даже через 5 минут В любое время может подскочить или давление, или с сердцем что-то Алёна рассказывала, как-то на дачах схватило в неё сердце И Серёжа просто отнёс её на руках, потому что если вы ждали скорую помощь, она бы, наверное, не выжила Я свою маму очень люблю Я ценю её Пытаюсь не трепать ей нервы Ведь если я буду трепать, у неё будет болеть сердце И она может попасть в больницу Врачи же не могут, как выяснить причину такой аномальной болезненности Так и избавить женщину от неё У нас лежала, не только в нашем отделении, неврологическое отделение Там проблемы не только с сердцем, там проблемы и с кишечником есть И в других отделениях была Для её возраста, конечно, столько заболеваний, так часто в больницу, это ненормально Алёна заход в больницу попадала около 10 раз В последнее время это очень усугубилось Врачи удивляются просто, как она может до сих пор быть живая Это действительно какая-то мистика Я боюсь, что она может уйти из жизни Что действительно ребёнок останется без матери Страх чувствую, если честно Смотрю эти новости, что люди умирают, умирают, умирают И ко мне приходят такие мысли Я хочу уберечь маму, я не хочу её потерять Я очень прошу, чтобы экстрасенсы мне помогли распутать Сказать, откуда оно взялось, как можно от этого избавиться Я не знаю, что происходит, но я хочу это всё остановить И очень прошу вас, пожалуйста, помогите мне Мама, можно сказать, это всё Её не заменишь никем и ничем Я обратился за помощью к экстрасенсам, потому что люблю маму И я боюсь, что могу её потерять Чтобы страхи мальчика не стали реальностью Сурен Жулакян хочет разобраться в этом деле И просит присоединиться к расследованию Финалистку 16-й битвы экстрасенсов Ольгу Стогнушенко Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Сурен Жулакян Оля Стогнушенко Я Алена Сириэль Очень приятно Проходите, пожалуйста, в комнату Аленушка, а можно вас, пожалуйста, сюда поближе ко мне? Если можете, можете повернуться вот так спиночкой Я её немножко попробую Ай! Ай! Что такое? Что случилось? Ой, мамочки, ай! Меня что-то укусило Ай! Сурен, посмотри, там какоса укусила Что, болит у тебя, да? Что? Посмотри, что это? Да, тут укус Ага Посмотри Уходите отсюда, Гавери Да, конечно, это что-то не пускает Оля, это предупреждение от потусторонних сил Темные силы, они не любят, когда их трогают Глянь Остановитесь, ты видишь? Просят остановиться Но нас это не остановит Тогда я даже не могла представить, насколько серьезным было это предупреждение Если бы мы расшифровали его еще в самом начале То не зашли бы в тупик, и Сурен не оказался бы в смертельной опасности Вот эти болезни, они не просто так, не случайно Рядом с вами что-то темное Вы давно это ощущаете? Что это? Началось это у меня еще с 17 лет Меня что-то Начало душить Я почувствовала такое что-то От ног словно накатывается И оно сразу меня как парализовало Я не могла ни позвать никого, ни подняться И оно будто легло прямо на меня Душит Единственное, что мне пришло в голову, это прочесть отче наш Потом оно отошло А оно по-разному приходит Вот когда оно нападает Оно меня подвешивает под потолок и так крутит вверх ногами Ужас! Вот уже 20 лет женщину преследует невидимая сила Душит ее, подвешивает вниз головой Но почему и как это прекратить? То, о чем рассказывала Алена Было явным признаком присутствия Какого-то потустороннего существа Причем очень сильного и злого Но оно не хотело показывать свое лицо Пряталось от нас Как вам тут живется вообще, скажите? Я скажу вам, честно, что я вот замечал Вот вроде как кто-то на тебя посматривает, бывает Вроде как есть что-то Сам вот порой ходишь вечером И вот такой какой-то, ну как вроде из-за спины кто-то смотрит на тебя Холодноватая квартирка Холодком веет Не нравится она мне Мне кажется все время, что кто-то из-за угла выглянет Я чувствую такой, будто холод Когда у меня сын попал в больницу, а Сережа ночевал у мамы Так я на скамейке просидела, пока не начало светать Я лучше замерзну, буду на улице Более того, находиться в этой квартире боятся не только люди Странно ведет себя здесь и собака Саши Бесится наше домашнее животное С ним бывают такие необъяснимые вещи Он может лежать и начать резко кричать Не воет, кричит, будто кто-то бьет Может даже описаться Неужели квартира проклята? Возможно именно поэтому болеет Алена? Меня вот четко тянет как туда, в ту сторону Я хочу выйти Так, а вот здесь, здесь, подожди Мужчина пожилой в возрасте Трагическая смерть, как удавка Повесился, да То, что притягивало меня, находилось не в самой квартире Кашубских Я подумал, что может быть проблема в мужчине, который повесился по соседству Возможно его дух мучил именно эту семью Но внезапно Олю потянуло дальше Подожди, 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 у меня голова дико болит Женщина, взрослая Удар в голову, бух, бух, бух Взрослая женщина Не пойму, где я? Здесь, что ли? А ты инсульт, там месяц назад, наверное Мария Ивановна Здесь, там еще, да? Мужчина молодой мне идет Знаешь, что-то с машиной связано, да? Неожиданная такая На пятом этаже Недели две назад Ты представляешь? В Тауде осталась только одна задняя часть Да, не один вдвоем Экстрасенсы чувствуют мертвеца почти в каждой квартире И соседи Кашубских подтверждают В этом доме ни один человек не имеет счастья И вот люди, короче, сняли квартиру И они начали болеть все Муж, жена, короче, ребенок Это непонятное, короче, заболевание Я здесь живу с 99-го года Ну, прилично Уже за это время ушло У меня сын погиб, загорел в машине Кто повесился, кто, блин, разбился Кто, блин, у кого сердце Много случаев Но почему здесь столько смертей? И как они связаны с бедами этой семьи? Души Сурен, они туда идут Нам надо туда Нам нужно на улицу Нам надо в ту сторону Слушай, тут где-то воронка Портал, воронка Потому что вот такое вот состояние Живые души туда затягивают Причем мертвое что-то Мертвая энергия тянет живое Где-то в доме находился вход в мир мертвых Часто с такими воронками работают черные маги Неужели кто-то из жильцов дома занимается колдовством? Но когда мы поняли, где именно находится портал Просто опешим Ни хрена себе Оно где-то внизу Как в фундаменте Что-то как в фундаменте Я не могу понять Под домом была воронка Которая высасывает жизненную энергию из живых У людей случаются беды Они начинают болеть без причин А в итоге преждевременно умирают Нужно было понять Откуда тут взялась эта воронка Здесь этого не было Вот этого не было Были дома, частные дома Их снесли Карта дома перевернутая Давно, давно, давно Выгоняют, прогоняют Пускали бульдозеров Как это, что люди с ними бились И воевали, отстаивали Но они ничего не стояли Так они же выгоняли людей Война между владельцами Частных домов и застройщиком Шла не на жизнь, а на смерть Впрочем, денежные компенсации И обещания предоставить новые квартиры Сделали свое дело Люди покинули дома и переехали Однако ясновидица чувствует Так поступили не все Обиженная женщина, злая Взрослая женщина Ее нет в живых уже, этой женщины Здесь был дом Женщины Были тут частные дома Их начали сносить, чтобы построить И вот одна женщина Впрочем, говорили, не хотела долго отсюда уезжать Она долго, говорят, не хотела продавать Мне идет вот как Как будто бы эта женщина Непростая И такое ощущение, что она Здесь чем-то занималась Она что-то колдовала Она обладала какими-то способностями Позже жители района вспомнили Такие события действительно имели место Вы знаете, я помню детство Этого дома когда-то не было Там стоял заброшенный дом Частный Очень мрачный Мы все время старались его обходить Что-то нечистое в этом доме было Здесь жила бабка Она прокляла И говорили, что на плохом месте там Ее выжили Она специально открыла портал Для того, чтобы Раз здесь не буду я Значит, никому жизни не будет И поэтому у вас эти смерти все Эти души нас ввели сюда Смерти, болезни, травмы, ссоры, конфликты Оно же все как снежный ком Оно вот так накатывается, наматывается Но нам нужна будет ваша помощь Для того, чтобы закрыть эту воронку Только нашей энергии не хватит Но вы можете нам тоже помочь, поучаствовать? Что ты хочешь делать? Мне, конечно, жалко, но, блин, надо У меня просто есть как раз гранат и гематит Заговоренный, да? Камни, которые были у меня в ожерелье Гранат и гематит Имеют мощную энергетику Несовместимые с энергетикой мира мертвых Я их как раз и носила В качестве защиты от духов Но этим людям их сила была нужнее Держите Раз Три, четыре Раз Сейчас вот это нужно закопать По четырем углам дома Отче наш все знают? Да Закрыть портал помогают жители дома Но, похоже, темные силы Хотят им помешать Как говорю Избавь нас от лукавого Так и сразу тухнет Читали отче наш свечи тухли Начинаешь там, аминь или это Она угасала Только когда Сурен уже подошел С его помощью она начала гореть А то до этого тухло И просто прямо руки в дыму Она дымела Черным Мы поработали Да, закрыли портал Сейчас нужно просканировать Как сработал ритуал Можно вас, Ален? Неужели в себе до Алены и ее семьи Из-за портала под домом? И теперь несчастье позади Угроза нависает Угроза жизни Угроза жизни, да И над Аленой И над Сашей И над Сергеем Ты знаешь Я вижу на мальчике какой-то знак Но я не могу понять его Это какой-то символ А ты можешь нарисовать? Нарисовать Могу Это колода знаков Знаков, которые мы Принимаем от Вселенной Саш, можно тебя на секундочку? Как-то вот так он выглядит Вот что, на что это? Это какой-то язык А вы знаете, что это такое? Может, вы видели эти знаки? Это не Е, нет? Это не Е Это вот четко над ним Он почему-то вот как над ним рисуется Этот знак Подожди Не идут знаки Да я тоже нарисую Может быть, это какое-то слово Или что это такое? У меня идет вот как бы Как-то вот так вот Сейчас, это не все Секундочку Вот этот знак Как-то вот так вот, что ли Четверка Или что-то Не знаю Этот знак Над Аленой А этот Над вами, Сергей Ну, у меня над Сашей Вот этот знак Никто из семьи Кашубских Раньше не видел таких символов Экстрасенсам они тоже незнакомы Остается лишь строить гипотезы Относительно их значения А давай попробуем соединить Что это Получится Первое ты нарисовала Да Но это не восемь Это какая-то такая Что это? А что такое сорок восемь? Сорок восемь Может восемьдесят четыре Ну, как-то оно А это что? Е? Или не Е? Или что это? Может три? Буква З Я не знаю Мне это ни о чем не говорит Я не знаю к чему это, правда Давай оставим Может быть Давай я спрячу пока Все, что мы на тот момент Понимали про эти знаки Они несут какую-то информацию О смерти этих людей И как выяснилось позже Недаром над каждым членом семьи Висел свой знак Но на тот момент Информация об этих символах Была скрыта от нас И мы продолжили искать причины Почему семья Кашубских В смертельной опасности Женщину ощущаю Женщина, которая входит Она входит в этот подъезд Как что-то приносит Связь есть с вами Сергей Кровница ваша Кто это? Мать, может быть Как зовут? Галя Видели ее ночью в подъезде Что она делала в подъезде? От двери побежала наверх В половине второго ночи И Сережа поднимается А то его мама стояла Она сказала Думала зайти к вам Но уже поздно Я не пойму Подождите Она что, подклады делала? Жабу нашли засохшую Под дверь Я на пороге иголку новую нашел Однажды вот такая иголка лежала Вот здесь Здесь Вот так Новая абсолютно Не поцарапанная Потом прошло какое-то время Я мыла дверь И вот здесь тоже Думаю Протру тряпкой Что-то посыпалось На лицо Взяла табурет Смотрю А здесь вот так Кучками Разложена пшеница Крупа Получается она магичит Ваша мама колдует? Но она не объяснила ничего Не объяснила Ты представляешь Пришла что-то сделала И ушла Она даже не зашла домой Она не хотела Переступать порог Куда она что-то насыпала Или подложила Ты представляешь? Я в шоке Правда Неслыханно Неужели родная мать Сживает сосвету семью сына С помощью подкладов? Возможно Это она привязала К Алене сущность Которая душит ее Ален Я как-то вижу Что почему-то Это как-то и с вами связано Да она ненавидит меня Мы когда поженились Сережа говорит Мама Поздравь нас Мы расписались А она говорит Чтобы она до вечера сдохла Это ее слова были Прокленный, да? Молодец Какая мамочка А можно я вас еще посмотрю? Одну или? Ага Опять смотри Хлоп Верховная жизнь Ты видишь Что делается? Хлоп Тяжесть Так Да и глянь Что делается Посмотри Что делается Дьявол Помимо угрозы смерти Рядом с Аленой Я чувствовала Демоническое присутствие Возможно Именно оно и было Причиной болезни Алены Демон какой-то Причем Вы эту демоническую силу Она рядом с вами И вы ее должны ощущать Очень плотно Этот демон Все время с вами По вине Вашей мамы Это кровная мама Это женщина-мать У нее к вам Зависть прям какая-то Она говорила Откуда у тебя в 30 лет Столько, сколько у меня нет в 60 Уже не раз так мне говорила У меня еще такого не было Чтобы родная мать Своей дочке кровной Привязала демона Но было похоже Что мать Алены Именно так и сделала За что? Как? Все это надо было Спрашивать у нее Я возьму Сергея И мы поедем к маме Вы едете к маме Сергея Поехали Дороги экстрасенсов Расходятся Сурен Жулакян Вместе с Аленой Отправляются К ее свекрови Следом едет Карета скорой помощи Ведь состояние здоровья Алены Тревожит всю группу Поэтому продюсеры проекта Решили обеспечить Женщине медицинское сопровождение На протяжении всего дня У свекрови Сурен хочет выяснить Разбирается ли Галина В магии Хотя для всей Буэрки Ответ на этот вопрос Очевиден Баба Галя Она сильная баба И говорят Сейчас дочка ее занимается А что скажете о Галине? Я слышал Где-то там И сделать могут И сглазить И порчу навести И так далее И на любовь И на смерть И на все что хочешь Землю берут с кладбища Как-то же делают Веревки Которыми связывают Мертвым ноги На тех веревках делают Цветы говорят Вот например Розы большие Кладут на могилу Хорошие Красивые розы Тоже берут эти розы И делают на этих Цветах У Галины Я хотел понять Делала ли она Подклады К квартиру сына И его семьи Если да То какой именно Урон нанесли Ее подклады Может быть Алену душит И к потолку Подвешивает Из-за них Здравствуйте Следствие ведут Экстрасенсы Сурен Джулакян Мы сегодня пришли По вопросу Вот Алены И ее супруга Да Вашего сына Я так понимаю Сергея Да Я почувствовал Что вы проклинали Вашу невестку Это вы такое почувствовали? Два часа ночи В подъезде Что вы делали? Подклады Я? Да У них в подъезде В два часа ночи Вы делали эти подклады Или нет? Мы приехали из села В половине второго Мы вошли в подъезд Где увидели тетю Галю Вас увидели Меня? Вы видели меня? И Сережа спросил Мама А что ты тут делаешь? Вы говорите Хотела зайти в гости Но очень поздно Тетя Галя Но это было Скажите У вас с мозгами все нормально? Да с мозгами хорошо Стояла ваша собака Ваша собака стояла у нас под дверью В пол второго я была у вас? Стояла собака у нас под дверью А вы побежали между этажами Сережа поднялся Сказал Мама Что ты тут делаешь? Сплетница Не даешь покоя Такое при людях Говоришь Вы сказали Чтоб ты сдохла до вечера А какие-то ритуалы делали? Какие-то ритуалы делали? Нет 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 Галь Вот вы знаете Я вот глубоко уважаю ваш возраст Но я дико не люблю, когда мне врут Я четко увидел, что вы были действительно в подъезде И делали подклады, чтобы ваш сын не жил с Аленой Выйдите вон Скажите, пожалуйста, вы хотите сказать, этого не было? Нет Я клянусь вам Перед Богом Вы Вас в подъезде не было Я стою Ведьма может сто раз креститься и целовать землю Но от этого она не перестанет быть ведьмой Я четко видел, что Галина делала подклады, чтобы разлучить сына с неугодной ей невесткой И у нее это получилось только страшной ценой Скажите, пожалуйста, на руках вашего сына я вижу кровь Как будто бы он как убийца идет Что он сделал такого? Убил человека Машина сбил и сидел за это Дорожная авария Это дорожная авария Вот вам и кровь Он ехал на велосипеде по краю дороги Получается так, что то ли он шатнулся И я его зацепил краем бампера Ну, в общем, убил нас Вот так получилось, вот это было Мне дали пять, но отбыл я половину Я под амнистию попал После того случая Сергея еще несколько раз судили и сажали в тюрьму Мужчина объясняет К людям, которые хотя бы раз находились за решеткой Отношения у правоохранителей особенные Все преступления, которые случаются в городе, вешают на них, бывших заключенных А вы считаете, это случайность? То, что с вашим сыном такое случилось? Свою вину здесь не чувствуете? Вы же делали, чтобы они вместе не были Ну вот, он и сел в тюрьму И не раз Это правда Уходите, я вам говорю Уходите со двора Агрессия Галины была понятна Ведь правду о ней раскрыли Сергея и Алену неоднократно разлучала тюрьма Свекровь своего добилась Чем сломала судьбу сыну Но я видел и другое За свои грехи против сына Галину уже наказали Руками самого же Сергея Ваша магия по вам и ударила Я вижу, что сын стал ненавидеть не ее, а вас Он вас избивает Ее сын родной два раза душил А я спасала И мама пишет заявление, а я выкупаю По 19 тысяч Вы пишете заявление? На него я писала заявление На вашего сына? Да, когда он меня душил А я плачу 19 тысяч, нанимаю адвоката Получается, что вы своего сына сажаете в тюрьму? Да, я буду в тюрьму возить торбы, сказала Но с ней жить не будешь Зайдите в дом Пошли Было такое Вот здесь дверь стояла со стеклом Я забегаю в дом, а она стоит Босая на том стекле Сынок ее заставлял так делать Галина позвала меня в дом Чтобы показать пятна крови Мол, посмотри Как после такого не посадить его в тюрьму? Я лично против любого насилия Тем более сына над матерью Ну, простите, за все нужно платить А за черную магию вдвойне Вот Галина и платила Но это было ее дело А у меня к матери Сергея Оставался один вопрос Вот над вашим сыном я видел вот этот символ Вот скажите, пожалуйста, вам этот символ знаком? Я не понимаю, что это Это мне на восьмерку похоже А это на четверку Что это? Никол мне говорит о том, что над вашим сыном есть угроза Угроза смерти Услышав эти слова, Галина со слезами на глазах убегает в дом У женщины настоящая истерика Неужели она как-то причастна к этим знакам? Ты можешь успокоиться и понять только одно Колдовать не нужно Они сами разберутся, они взрослые люди Колдовали же, признайтесь Один раз так случилось, и все пошло Галина призналась в магии против семьи сына Но к знакам и смерти, которые угрожают Сергею, Алене и их сыну Она не причастна Максимум, что она делала, это ритуалы на разлуку пары Я сейчас хочу объяснить Вот то, что были подклады, она там магичила, сколдовала Это никак не связано с той угрозой смерти, которая нависает над вами и над вашей семьей Понимаете? Сурен назначает встречу Ольги Стогнушенко, чтобы посоветоваться Что делать дальше? Ясновидица обещает приехать сразу после разговора с Надеждой, матерью Алены Ольга подозревает, женщина могла подселить демона в родную дочь Впрочем, знакомых Надежды это не сильно удивляет Вы знаете, между нами говоря, она вроде бы в гроб положила К Зое, к бабушке Положила в гроб детскую фотографию Подождите, фото Алены в гроб положила? Да, разве можно такое делать? Вы что, это кошмар? Нет, нельзя, нельзя, это она сама такое говорила? Да Надежды боюсь, потому что она может что-то сделать Порчу навести Что из этого правда, а что сплетни? Ольга настроена это выяснить Здравствуйте, Надя Вы для чего сюда пришли? Надя, добрый день, меня Оля зовут Можете выйти поговорить? Это выйти, чтобы вся округа сбежалась и все говорили, да? Надя, приехали ссориться Мне хочется разобраться Вот пришли, нашли время Я вообще ничего не буду говорить Не буду Пожалуйста, Надя, выйдите, пожалуйста Я не буду никуда выходить Вот этот человек маленький обратился к нам за помощью Помогите моей маме А мы приехали и увидели над ним тоже знак Ему тоже что-то угрожает Помогите нам ради него При упоминании единственного внука Сердце женщины смягчается И она разрешает экстрасенсу просканировать себя Вытащите, пожалуйста, три карты Вы в секту в какую-то ходите, что ли? Боже, спасибо Колдовство, секта Тем не менее, это было А Надежда либо не понимала, о чем я говорю Либо не хотела признаваться, что посещает какую-то религиозную общину Вы находитесь в каком-то таком состоянии, где люди Люди какие-то, знаете, как затуманенное состояние у них Работа, дома, больше никуда После этого у нее пошли проблемы Проблемы за проблемами Проблемы за проблемами Вот так вот состояние физическое, состояние эмоциональное, состояние паники Куда вы водили своего ребенка, скажите, пожалуйста? Когда-то в монастырь ходили Мы пошли туда Она не хотела идти, ее туда не пускала Мы ее с еще одной знакомой просто затягивали Долго вы это делали? Полчаса упрашивали, чтобы она зашла туда Как выяснилось позже, те поездки с мамой в монастырь поразили девочку до глубины души Она до сих пор помнит до мелочей, какие ужасы там увидела Очень много людей было Люди падали на пол Я видела даже, как лаяли Женщина среднего возраста лает, как собака Становится на колени, вот так, как собака и лает И одна женщина тремя голосами Там парень из инвалидной коляски подхватился и побежал Его туда поднимали на коляске, несли двое мужчин А потом он подхватился и побежал Я вообще была в шоке У меня просто разваливалась голова Такой боли я никогда не чувствовала Вышла и говорит, мне плохо, я не пойду туда И мы приехали, у нее сильные головные боли были У нее такая головная боль была А зачем вы туда повели? Ей туда не надо было идти Ну почему? Она походила туда, начала есть Она не ела, не могла есть У нее психологическая проблема какая-то была Изгонять беса из ребенка мать решила После странного, сугубо психологической точки зрения случая Я села пообедать Когда глотнула, оно мне просто попало куда-то, не туда, куда надо Я очень испугалась И я перестала есть И у меня в рационе пищи, кроме жидкой, как молоко, манки Не было ничего за два месяца Я похудела, было где-то 38 или 37 килограмм И подружка мамина посоветовала отвезти меня в Выдубицкий монастырь Люди, ну вы меня простите Но почему с любой болячкой нужно бежать к бабкам или на вычетку в монастырь? Девочка не кушает, они из нее бесов изгоняют Ну есть же медики, психологи, в конце концов А потом они удивляются, где же мы нацепляли на себя столько нечисти? Демон ходит за ней Но мы же вроде пошли в монастырь Смотрите, пришли люди, которые объективно одержимые Их лечат, да? То есть и этих демонов выгоняют Поэтому людей там коробят, поэтому они рычат Поэтому вот это вот все происходит Но куда деваются эти демоны, скажите мне, пожалуйста Им же надо куда-то деться Она не была одержимая Не была в ней демона Оно просто подсело Для вас это прошло незаметно А у нее, знаете, жизнь разделилась на до и после Мне так было дурно Что аж страшно Меня туда заталкивали Я как пауку хватилась за дверь Они меня силой заталкивали Мама хотела как лучше, а получилось как всегда Этот демон питался энергетикой Алены Отсюда ее необъяснимые болезни Но прогонять его и делать ритуал я не собиралась Пока мы не поймем значение этих символов До тех пор любые наши действия могли навредить Ясно было одно Не демон грозит смертью всей семье Кашубских А вот то, что стали говорить мне карты дальше Целая загадка О, а это кто? Мужчина Высокий мужик Высокий худощавый, темный С этим мужиком какая-то эмоциональная связь Но его нет в живых Он моложе вас Высокий, худощавый, темные волосы Кто это? Может, это муж ее первый? Зовут его как? Звали его как? Она его боится Да, боится Она говорила, что это... Он часто к ней приходит Разбудила меня с перепугу И говорит, он вышел как бы из-за шкафа И говорит, я подожду, пока он уснет А последнее время он снится И вот сейчас, вот неделю-две Неожиданно Ольга снова достает карты чистой судьбы И начинает рисовать Над кем она сейчас видит знак, который предвещает смерть? Вам вот этот знак ни о чем не говорит? Возьмите, посмотрите Нет Этот знак мне рисуется над этим мужиком Саша, да? Он с ним как-то связан, с этим Сашей Эти знаки, как мы уже выяснили Говорят что-то о смерти человека Но о чем именно? Дата смерти, способ, которым человек уйдет В этих знаках был ключ к происходящему И спасение для Алены, ее сына и мужа Ладно, мне надо будет это Сурену все показать Сурен уже давно ждет Ольгу на условленном месте И ясновидица сразу заводит разговор о том, что тревожит ее больше всего Этот знак пришел, вы не представляете откуда Аленушка, ваш бывший муж Пришел его образ И над ним был вот такой знак А имя? Александр Александр Я хотел войти в контакт с духом умершего мужа Алены Нужно было понять, какую роль в происходящем он имел Возможно, что он и есть та угроза, от которой мы пытались спасти Алену и ее семью Он мне говорит, что между вами какая-то связь Мы дружили с покойным мужем Не понял Он сейчас мне говорит, что... Я не пойму, была измена? У вас была связь? Нет А почему? А почему он мне говорит, что... Он ревновал меня И все, да Однажды мы ехали здесь, возле больницы Я говорю, смотри, твой друг поехал на мотоцикле И он прямо вскипел Он говорит, что ты так присматриваешься? Он очень ревновал меня к Сереже Александр сильно любил молодую жену И ревновал ее ко всем, на кого она просто посмотрит Это вообще была моя первая любовь Когда я его увидела Первый раз, мне было 9 лет Не знаю, что в том возрасте можно было увидеть, но Что-то я в нем увидела И я его долго любила Он почти на 7 лет старше был Когда я уже немного подросла 16 лет мы с ним встретились Я ему не отказала Но любовь продолжалась недолго Спустя несколько лет Первый муж Алены умер А его место занял Сергей Она меня пригласила к себе домой Просто посидеть вечером Как бы, ну там По бокалу вина выпить За день рождения С того времени у нас Завязались отношения Дух мужа мог и после смерти Не отпускать Алену Тянуть к себе Или пытаться отомстить За то, что во второй раз вышла замуж Еще и за его друга Подождите, мне нужно разобраться Скажи мне Нет, он не против, что вы живете вместе Он желает вам счастья Он говорит, пусть живут Еще фраза Он до сих пор меня На своих плечах носит Вы что-то делали С моим мертвым телом Гроб не мог пройти через площадку Он очень высокий был И гроб был большой Гроба его покрывали Выносили сильно длинно Он ростом был метр девяносто И он его брал на руки И вы его что, вытащили с гроба И на себе несли? Посреди лестничной клетки Мы его вытянули Кошмар какой-то Я в шоке, сарам Я сижу у меня У меня просто У меня мороз по коже сейчас Развернуться нельзя было В подъезде с гробом Пятиэтажка А потом мы его обратно Переложили на улицы В живую Получается, покойный Не держит зла на Сергея Тогда почему Дух Александра Приходит по ночам к Алене И до смерти пугает ее Подожди, еще что-то говорит А он не простой смерти умер Да Почему-то вот как Как удавка Повесился Александра нашли мертвым В его квартире Девятого ноября Двухтысячного года Официальная версия следствия Самоубийство Через повешение Подождите Он сейчас мне говорит Что у вас была попытка суицида Почему вы пытались повеситься? Вы помните эти события вообще? То, что с вами происходило? Он пришел ко мне Было все нормально Он посидел Поговорил со мной Говорит Давай, только недолго Он пошел Нет его Нет его Прошло где-то два с половиной часа Когда звонит свекровь Я поднимаю трубку И тут такой дикий крик в трубку Сергей повесился Я говорю, где? Она говорит, за сараем И гудки пошли И мы подхватились Прибежали туда Они его там уже положили Он лежал на земле Вызвали скорую К счастью, медики вернули Сергея к жизни Но причины такого страшного поступка Остались непонятными Даже для него самого Я вам скажу Я в жизни такого себе не позволил бы Если честно, я себя плохо помню в том состоянии А можешь руку дать? Как будто бы что-то управляло Тобой что-то управляло Как кукла Ты как будто бы не по своей воле это хотел сделать У тебя таких мыслей не было Я не чувствую в твоей голове Я не слышу в твоей голове эти мысли Между Сергеем и покойным Александром Было слишком много общего Знаки Первое Они были женаты на одной и той же женщине Второе Саша покончил жизнь через удавку У Сергея тоже была такая попытка Третья Мне казалось Ответ, который мы искали Был скрыт в общих чертах Двух мужей Одной женщины Возможно, Саша, как и Сергея Тоже управляла какая-то сила Подожди, Сурен Смерть Александра Я бы с такой уверенностью не называла бы Суицидом А знаешь почему? Потому что Мне рисуются мужские руки Этого человека он знал Этот человек даже был вхож в его дом Деньги, пентакли У него какая-то материальная выгода была Со смерти Александра С родным братом сводным У него был скандал за месяц до смерти Мама оставила квартиру на двоих Он хотел квартиру свою законную оформить А брат не хотел эту половину отдавать Саше И почему-то он умер через месяц Саша умер Он эту квартиру и забрал Я же говорю, материальные выгоды Я вижу Злое лицо Злое прям такое Мужика На этого Александра Он что-то прям говорит Злость Он прям выплескивает эту злость Была драка В день по два раза брат с топором Гонялся за ним Кошмар Брат бросался с топором на брата Получается, смерть Александра Могла быть не суицидом, а убийством К этой мысли склоняется и сама Алена Своего первого мужа нашли мертвым Мы с отцом С его отцом Мы пришли Увидела, что сорваны все шкафы Рассыпаны крупы Вырваны волосы из головы Крови много было Я не буду пока утверждать Убил он его Или не убил Я сейчас о его брате говорю Нам надо ехать к нему Я ехала помогать мальчику Спасать мам Но не думала, что ради этого Придется перекопать столько грязного белья И возможно даже раскрыть убийство По сути так и случилось Мы нашли убийцу Жестокого убийцу ни одного человека